Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весь Карачаево-Черкесия» События среды в репортажах наших корреспондентов В Карачаево-Черкесию доставили новую партию вакцины «Спутник ВИИ-4» 1200 доз На сегодняшний день от коронавируса привились около 12 тысяч жителей республики 64% из них получили повторный компонент вакцины В городах и районах сейчас активно ведется разъяснительная работа В ходе которой медицинские работники говорят о важности вакцинации На сегодняшний день это единственный способ уберечь себя и своих близких от заражения COVID-19 Глава Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев подчеркнул важность вакцинирования для выработки коллективного иммунитета До конца многие не понимают смысл во всей этой вакцинации Это общий иммунитет всего населения Насколько мы сможем провакцинировать, насколько возможность у нас и желание людей А желание людей должно обязательно присутствовать Мы сейчас видим, что в Европе творится Все видим, новости смотрим Насколько больше провакцинируемся, насколько люди осознанно пойдут на этот шаг От этого зависит весь общий наш иммунитет Вести из оперштаба Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 680 человек Из них 18 785 выздоровели, 127 человек госпитализированы Будет ли повышение пенсии и социальных выплат в 2021 году? Какие изменения произошли в пенсионном законодательстве и в программе материнского капитала? На все эти вопросы на пресс-конференции журналистам республики ответила заместитель управляющего пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков На пресс-конференции заместитель управляющего пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева подробно рассказала об индексации пенсий неработающих пенсионеров В нашей республике их более 87 тысяч Страховая часть выросла на тысячу рублей и составила в Карачаево-Черкесии 14 453 рубля При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальная, в зависимости от размера пенсии. Размер пенсии у нас определяется с учетом страхового стажа, заработной платы, страховых взносов и пенсионных коэффициентов, которые сложились за всю трудовую деятельность у гражданина. И, следовательно, прибавка пенсии у всех была разная. Это важно, потому что граждане к нам обращаются и говорят, что одни получили столько, другие меньше или больше. Это все зависит, еще раз повторю, от получаемого размера страховой пенсии. Также Рина Тамбиева сообщила, что размер материнского капитала вырос на 30,7%. Важно отметить, что в Карачаево-Черкесии с 2007 года и по настоящее время выдано более 36 тысяч сертификатов на материнский капитал. Теперь же для оформления сертификата не нужно обращаться в пенсионный фонд. Информация о получении материнского капитала направляется в личный кабинет на сайте госуслуг. Семьи с низким доходом, в которых с 1 июня 2018 года появился второй ребенок, могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. В 2021 году эта сумма составляет 21 900 рублей. Выплату семьи могут получить на получение ежемесячной денежной выплаты до исполнения ребенку трех лет. Здесь подать заявление можно будет в любое время после рождения второго ребенка. Размер ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала в республике в 2021 году составляет 10 840 рублей. Также Рина Тамбива рассказала о единовременной выплате на детей до 8 лет. Здесь также важно отметить, что если ребенок родился после 1 июля 2020 года, и родители не обращались ни за одну из выплат на детей, предоставлявшихся пенсионным фондом в течение прошлого года, то необходимо предоставить заявление самостоятельно. Тем семьям, у которых родились дети после 1 июля 2020 года, или те, которые по каким-либо причинам до 1 октября прошлого года не подавали заявление на детей, то им это нужно сделать сейчас. Осталось до окончания приема заявлений буквально 5 дней, до 31 марта текущего года. Пенсионный фонд будет осуществлять прием заявлений на детей от 0 до 8 лет. Также это касается тех семей, у которых дети уже родились после вступления в силу указа, после 18 декабря 2020 года. В завершении пресс-конференции Ирина Тамбиев отметила, что из-за пандемии очень востребованными стали обращения через электронные сервисы пенсионного фонда. На прием можно записаться на сайте и получить необходимую услугу, не выходя из дома. Али Халеб Шоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Время прогноза погоды, слово нашим синоптикам. Карачаево, Черкесия. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,2, днем 12-14 градусов тепла. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену, человека-глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. С 1 апреля, то есть уже с завтрашнего дня, вводятся новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Какие произошли изменения и что должен знать и уметь кандидат водители, нашей съемочной группе рассказали в РЭО. В тонкости новых правил при сдаче экзамена на права вникала Алла Динаева. С 1 апреля вводятся новые правила и самое заметное изменение – это отмена отдельного этапа экзамена на автодроме. Теперь будущий водитель мастерство вождения авто покажет в условиях реального дорожного движения. Но и это еще не все. Поменялась не только площадка, но и изменились и сами требования. Маневры, при вождении которой теперь новичок-водитель не должен демонстрировать инспектору ГИБДД – это… Повороты на 90 градусов, которые отменены, я вам говорю, и змейка отменены. Это вот из пяти элементов, которые были. Остались параллельная парковка, заезд под углом 90 градусов, трогание на подъем. И эти все элементы будут применяться в условиях дорожного движения при сдаче экзамена. А пока кандидаты-водители на специальных площадках с инструкторами усваивают и вырабатывают навыки вождения автомобиля. Ведь это не просто забава, а серьезная профессия и большая ответственность не только за свое, но и другие жизни. Артем Пономарев решил сесть за роли и проходит учебу в автошколе. Молодой человек решительно настроен стать хорошим водителем. Он уже осведомлен, что будет сдавать экзамен по вождению по новым правилам. Вместо полигона будут сдавать город, ужесточение теории в два раза и с 16 лет теперь можно сдавать. Готовы к испытаниям? Всегда готов, давно готов. Инструктор всему научил, все, что нужно было, объяснил. А дальше уже дело опыта. А опыта вождения автомобиля ему еще набираться и набираться. И насколько Артем готов к экзаменам, покажет время и ждать осталось недолго. Для подготовленного кандидата-водителя я не вижу проблем при сдаче экзамена, поэтому сложности не должно. Конечно, присутствует человеческий фактор, волнение какое-то. Все-таки это событие такое, волнительное для многих. И ответственность больше. Конечно, автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому можно ожидать всего угодно. Хорошее знание теории и успешная сдача экзамена практического этапа еще не означает, что вы профессиональный водитель. Понятно, что мастерство вождения оттачивается годами. Если вы все-таки решили стать водителем, главное и неизменное правило. За рулем нужно находиться здесь и сейчас, отложив все дела, думать о вождении автомобиля, ежесекундно контролируя ситуацию на дороге. А когда садишься за руль, больше начинаешь ценить пассажирское место, ведь это дает тебе полную свободу. Можно смотреть в окно, листать ленту в интернете, но все это можно спокойно делать только с профессиональным водителем. Алла Юнаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Ежегодно среди сотрудников МЧС проводятся всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» – профессиональная лига. В республике прошел первый этап состязаний. Субъект представляет команда Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. В состязании включали в себя три задания. Часть проводилась в форме тестирования. Кроме того, участники соревнования отправили в судейскую коллегию подготовленный ими ролик, в котором оказывали доврачебную помощь пострадавшим с различными видами травм. По результатам первого этапа, занявшие призовые места по СКФО будут представлять округ на заключительном этапе конкурса в Москве. Сегодня в республиканской столице открылась ярмарка деликатесов Тихого океана. Камчатские рыбаки привезли в Карачаево-Черкесию вкусное и полезное настроение. На дегустации был Руслан Коркмазов. И вот его рыбно-икорный репортаж. Это самая жирная, самая вкусная царица лососева. То есть получается, это икра как Мерседес. Да, как Мерседес. Похожа. Дорогая и вкусная. Людмила Григорян не просто приятный человек, не просто эксперт по деликатесам. Она стала символом богатого застолья. Всё у неё вкусно и полезно, потому что из Тихого океана. Начнём с икры. Этот шедевр рыбного царства должен соответствовать строгим требованиям качества. Во-первых, она должна быть густой. Она не должна быть жидкой. Во-вторых, обязательно нужно пробовать икру. Икра должна быть вкусом отдавать рыбе, чтобы чувствовался вкус рыбки. Она должна быть нежная, чтобы её придавил, и плёночка у неё лопалась, а не каталась по зубам. И вот в этой упаковочке сколько грамм? Ну, здесь 300 грамм. И это 300 грамм сколько будет? Где-то 1800. Вот 1800 рублей. Если дешевле, это уже не икра. Для тех, кто хочет получить удовольствие от рыбы, но при этом чуточку лень её готовить, Камчатские рыбаки привезли филе киты и горбуши, уже готовые к обеду, ужину и даже завтраку. Только картошечку надо пожарить, да со свежим хлебушком почувствовать радость жизни. Рыбная царица Чавыча возглавила целую полезную делегацию из Камчатки. И вот какие у нас вкусные гости. Помимо Чавычи, конечно, у нас много наименований. И кита, и кижуч, и горбуша. Это всё красная икра, красная рыба, это всё лососевая рыба. Но есть и северные рыбы, как, например, белорыбица. Белорыбица тоже имеет те же свойства, как и Чавыча. Она полезна. Даже у кого большой холестерин, её не страшно кушать, и она полезна также. Палтус у нас также всегда имеется. Палтус, он считается жирной рыбой, но для кишечника он очень хорошо перерабатывается и полезный. Так что можно кушать рыбку всю и принимать омега-6 в натуральных, а не в капсулах. Из глубин Тихого океана к нам привезли морскую капусту и селёдку. А печень трески обещает наполнить душу радостью и организм витаминами. Всего 20 грамм в день, и ты здоров. Но открыв баночку трески, уже трудно будет остановиться на 20-граммовой дозе. Камчатская рыбная ярмарка работает в Черкесске в доме предпринимателей по улице Горького. Гурманов ждут с 9 до 19 и до вечера воскресенья. Надо поспешить за рыбой икрой. Всё это быстро раскупают. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Деликатесные вести. Карачаево-Черкесия. И спортивные вести. В Орле завершился чемпионат России по армрестлингу. По итогам соревнований в копилке спортсменов Карачаева-Черкесии шесть медалей различного достоинства. Олег Черкасов, выступающий в весовой категории до 70 килограммов, стал победителем данных соревнований как правой, так и левой рукой. Благодаря этому успешному выступлению Олег Черкасов вошел в основной состав сборной команды России и будет представлять страну на предстоящих чемпионатах Европы и мира. Мухаммад Кубанов в весовой категории до 65 килограммов завоевал третье место в борьбе правой рукой. Марат Мамхиага в весе до 85 килограммов завоевал тоже третье место в борьбе правой рукой. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Теория вероятности». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин